Учительница спрашивает Вовочку, что импортируют в нашу страну Индия? Не знаю. Ну вспомни, что вы всей семьей пьете по утрам? Что? Неужели рассол? Башкир в Москве на Тойоте врезался на светофоре в джип. Из джипа вышли четыре злых амбала кавказца. Башкир такой, пацаны, я не прав. Ну на улице что ли разбираться? Пойдем ко мне в квартиру, там все обсудим. Здесь недалеко хату снимаю. Зашли домой. Башкир достает старую лампу и трет. Выходит джин. Слушаю и повинуюсь, мой хозяин. Ты что, не видишь? Гости пришли. Давай быстрее чай сделай. Джин мгновенно исполняет кавказцы в шоке. Слушай, брат башкир, забирай наш джип. В багажнике там четыре коробки долларов. Тоже забирай. Отдай нам джина. Ну что ж, я виноват. Договорились. Кавказцы бегут. Домой трут. Лампу выходит джин. Слушаю и повинуюсь, мои новые хозяева. Для начала дай нам по джипу с полным багажниками денег. Притормозите, друзья. Я джин башкирский. Я только чай делаю. Пришел муж на час к женщине стелить линолеум. Постелил, закурить захотелось после работы. Но мужик хлопает ладонями по карманам брюк. Нет пачки. В нагрудном кармане посмотрел. Тоже нет. Тут он видит на линолеуме вздутие. Он про себя. Вот черт. Сигареты линолеумом покрыл. Отдирать то не хочется. Взял тогда мужик молоток. И давай лупасить по вздутию, пока не выровнялась. Только закончил, как входит хозяйка. Бросает ему пачку сигарет. Я тут ваши сигареты нашла. Вы, видно, выронили. Только вот своего хомячка не могу найти. Потерялся где-то.